Добрый день, дорогие друзья! С вами студия Новое Планетарное Телевидение, Мария Карпинская, Тамил Наду, штат Южная Индия, с берега Индийского океана, вечер, жара невероятная. И я продолжаю толкование своей первой книги, которая позволяет изменить сознание и выйти на новый уровень. Понимаете, я хочу вам сказать одну вещь. Дело в том, что в этом мире огромном происходят разные события. Вот в одном месте здесь убивают, в другом месте нормально, в третьем еще что-то, здесь война, здесь еще что-то. И на самом деле от нашего сознания, от того, в каком сознании мы находимся, будет зависеть все эти ситуации. То есть мы можем нивелировать многие ситуации. И я еще одну передачу сделаю просто как отступление, в которое вы поймете, как можно нивелировать ситуацию. Но тема сегодняшняя, она связана, я уже говорила, с книгой. Я буду немножечко говорить о поэте и его поэзии. И тему я бы назвала так, она парадоксальна. Если нет во мне земного я, во мне нет совести и воли. То есть вот как это ни странно, вот как это ни странно звучит, но когда человек проходит испытания, когда он проходит какие-то болевые ощущения, когда он проходит вот это понимание несправедливости, когда его зажимают, в нем зарождается земное я, которое вместе с которым зарождается через страдания, вот это понимание, это совесть и воля. И поэтому у человека, видимо, ему необходимы эти страдания. И каждый человек, а если человек вот пришел и говорит, я Бог, я здесь Бог. Вот обычно такие люди, я сталкивалась с огромным количеством таких людей, которые еще не успели здесь на земле получить свою долю подзатыльников, так скажем, и поджопников. И они такие все, мы Боги, и все, и нам ничего не надо, и они просто не видят, они слепые. И вот только человек становится зрячим, только когда он проходит ряд страданий. Поэтому с одной стороны мы как бы очень сетуем и говорим, и я говорила, что тело нас предает, тело заставляет нас, притягивает нас к себе и заставляет почти все время тратить на себя, с одной стороны. И ум нас смущает, ум тела. Но с другой стороны, если мы устраиваем своему телу испытания, сами устраиваем, своим духом, и тело проходит через какие-то испытания, а в нем появляется совесть, зарождается, и тело становится абсолютно... Оно поддается с большим трудом и поддается. И вот все-таки предыдущая часть, о которой я говорила, мы завернули на острова Нового Света и попали на острова поэта и поэзии Владимира Аксиковского. И глава, которая у меня называлась поэт «Испуганный Бог», незнакомый ему страны. Но кто-то там, поэт дорог, сказал, что все поэты вруны. Но это не так. И поэтому вот начинается глава такими словами «Да здравствует человечность испуганного Бога». То есть если Бог не пуганный, так скажем, то у него нет человечности, он ее не обрел. Как ни странно, вот эта человечность обретается именно на земле. Понимаете, какие вещи происходят? Вот даже удивительно, но это правда. И дальше я хотела бы немножечко вам рассказать, чуть-чуть просто процитировать кое-какие стихи, которые есть у Володи очень много стихов, порядка 800, и все они песни. Но я просто кусочки процитировать тех стихов, которые особенно мне близки. И вот у него есть такая песня, называется «Последняя битва Титана». И когда уже тонет все, песня о том, что все тонет, и вот спасаются какие-то люди, и он обращается к ней, и он говорит «Я твою кожу знаю всю». Вы только вот вдумайтесь в эти строчки. Когда человек говорит, я сразу, наверное, посвящу Володе несколько передач. «Я твою кожу знаю всю, и кровь твою я знаю всю». Имеется в виду опять не физическая кровь, понимаете? Имеется в виду кровь духовная, это дух. Крови физической в духовном мире дух равноценен, да? «А кожу твою знаю всю». Тоже здесь что-то подразумевается, вот это внешнее, да? То, что в этом мире есть. «Я уйду, ты прошепчешь рано». А это последняя битва Титана. То есть, как бы он описывает, Володя ведь описывает все истории, которые были. Перед ним исповедуются поэты, перед ним исповедуются какие-то политические деятели. И дальше он говорит, все опять о любви, понимаете? Володя – это то описание того, только того, что имеет значение. Это любовь. Это любовь и человечность. И он говорит, вечность впереди у нас с тобой. Жизнь, она во всем права. И от наших тел под черной землей будут кормиться цветы и трава. В одной из передач я говорила, что Владимир Мегре украл эти строчки невероятные, поставил их и назвал главу «Вечно спереди у нас с тобой» в одной из книжек. И там дальше перековеркал это все. Ну, это на его совести, как говорят. Но только я к нему, вот, как индусы палками, по жопе надавала. И дальше у него есть такой, он сам, Володя, родился в Баку, в Сабунчи. Кто азербайджанцы, кто из Баку, они знают, что такое район Сабунчи. И вот то, как он пишет о своем городе, это невероятно. Послушайте. Мой бедный город, сделанный веками, веками, из трех религий, нефти и любви. И хмурый Каспий точит черный камень, и мы замешаны на воле и любви. Я в Сабунчах твоих святых родился, где братство наций было, незапретный плод. И дальше, слушайте, очень важную строчку, где Бог любви не скурлился, не спился, нас всех водил под свой чертог. Я очень надеюсь, что коронавирус, после того, как он пройдет, он позволит людям, как после войны, когда война закончилась, у людей было очень много любви друг к другу, появилась эта любовь, и она какое-то время царила. Так вот сейчас коронавирус, это тоже подобно что-то войне. И пусть говорят все, что угодно, то он есть, то он нет, то еще чего-то. Я могу сказать только одно, что вот это зажимание наше, когда мы сидим в карантине, когда нас зажали, и когда вот это все закончится, в наших сердцах мы проснемся, и в наших сердцах откроется любовь. И мне этого очень хочется. Ну вот вы сами еще раз вернетесь к этой главе и прочитаете. И понятно, что там основная религия ислам, он написал, и рождается боль на свет. Вот вы только представьте, и рождается, каждую строчку его нужно вдумать, переваривать, и рождается боль на свет. День, сжигающий жизнь, как свинья. Если бы видел все это Магомед, он бы проклял все и вся. Важные фразы такие. День, сжигающий жизнь, как свинья. Вот очень часто люди прожигают свою жизнь, как свинья. А она им дана не для того, чтобы они ее прожигали. Каждый день человек должен не коптить это небо, а гореть. И вот то, что дает Аксиковский, это горение, конечно. И еще вот такая вот вещь, строчка тоже оттуда. Я не писал пародии на себя. И не делился, как арбуз на долю. И вот то, про что я хочу сказать. Но если нет во мне земного яд, во мне нет совести и воли. То есть все-таки вот когда человек, видите, пишет пародии на себя, что с ним происходит. Когда он делится, делит себя на какие-то там части. Вот это туда, это сюда, это тут совесть покажу, тут не покажу. То тогда этот человек находится в таком положении, что в нем исчезает вот это главное, что называется, совесть и воля. То есть человек целостный остается совестью и волей. Но я хочу сказать, что, конечно, поэт, который пишет стихи, человек сам, это разные вещи. И для того, чтобы человек дорос до своих стихов, порой нужна не одна жизнь. Дальше там у него есть, я как бы рассказываю биографию о том, что он заикался. Но когда он, Володя, заикался и заикается сейчас, но когда он поет песни, у него заикание проходит. И есть такие слова тоже, которые очень мне нравятся. Ты не просто верил мечте, ты в ней растворился. Как, наверное, несчастливы те, кто мечтать разучился, да? То есть вот просто на самом деле не просто создавать мечту, не просто верить в нее, а нужно в этой мечте раствориться. И тогда мы сможем достичь появления острова Буяна и вот той земли первозданной, о которой я постоянно говорю и к которой мы стремимся. То есть мы на самом деле, я и те, кто меня слушает, мы не воюем, как вот обычные люди. Но то, что я делаю, это наше сплочение, это наше единство. Мы создаем альтернативу, мы создаем параллельную землю, параллельный мир, в котором хотелось бы всем жить. И делаем мы это своими мозгами. Кстати, когда мы укрепимся, поэзия Владимира Оксиковского еще сыграет свою роль, очень большую роль. И вот одна из его первых песен, я помню, он написал на пасхальных яблонях, недавно была Пасха, тает белый дым, утро года нового кажется седым. Посмотрите, насколько вот сейчас прошла Пасха и утро года нового кажется седым. То есть на самом деле, коронавирус, у него вплетено, вот все, мы все стали седыми. И новый 2020 год как бы сделал нас всех, что такое седым? Это значит повзрослели. Мы все повзрослели, вот благодаря этому коронавирусу, но еще не все. И мне очень жаль, если будет очень много жертв. И еще вот такая вот вещь, у него строчка такая, я ной. Я судовой веду журнал описывать по паре каждой твари. То есть человек на самом деле тварь земная. И для того, чтобы вот эта тварь превратилась в человека, эта земная тварь, вот нужно может быть пройти такие испытания, как коронавирус, война, вот и много-много чего. И еще то, что меня поражало в его стихах, и я открыла, что это правда, из такой у него стих «Давайте начнем прощать надеждам нашим усталым». Вот действительно, мы все устали, и поэтому наступило время прощать. Давайте начнем прощать во что бы это ни стало. Давайте играть на лере, давайте опустимся ввысь. Понимаете, для того, чтобы достичь Бога, нужно не подниматься куда-то в небеса, а нужно опуститься в свои выси, которым имя душа, и которые находятся в нашей душе, в нашем сердце. Так что вот такие стихи, которые потрясающие. И вот, допустим, у него есть исповедь Сталина. Ее нет в записи, но она где-то есть, когда я вернусь в Москву, я хочу восстановить его какие-то вещи. И вот исповедь Сталина, он как бы исповедуется перед мамой, И он говорит, «Ты помнишь, как тыщили меня из мавзолея подмолчание ангельских труб, и как толпа глядела немея на этот мраморный сруб? Мама, помнишь меня таким, когда я хотела прострелить себе в грудь, когда я никого не мог обидеть? Мама, ты помнишь меня таким, когда я никого не мог обидеть? И дальше очень фраза, на которую стоит подумать, и все это примерить. Когда нас люди начинают ненавидеть, то небеса начинают прощать. Задумайтесь, что бы это значило. Небеса начинают прощать, когда люди начинают нас ненавидеть. Но это сейчас о правителях и о том, что происходит вообще в этом мире, как здесь все разворачивается. В общем, есть над чем подумать, и этот поэт еще притянет. Я думаю, что люди, которые будущего, они все обратятся к его поэзии, потому что я заявляю, что он поэт номер один. И поэтому вот эта фраза еще раз «мы если нет во мне земного я, во мне нет совести и воли» – это правда. То есть человек, звание человека, человека – это выше, чем любой бог. И поэтому бог Шива, видите, как я все завязываю, бог богов, прошел путь земного человека, как говорят, а та, да я. Все, спасибо. С вами была Мария Карпинская и поэт Владимир Аксиковский, которого мы обязательно тоже пригласили на наш корабль. И вместе с ним мы плывем по его, и уже гуляем по его островам.